Здравствуйте. Так получилось, что мой доклад сегодня первый. Я, честно говоря, немножко удивлялся, потому что обычно на первом докладе рассказывают про будущее тестирования и как тестирование это круто. Ну, в целом, я, наверное, вас не разочарую. У меня будет доклад как раз про область на сервисе, который представляет собой будущее. И хочу сказать, что это довольно интересная область, это челлендж тестировать область на сервисе. Итак, начнем презентацию. Кратце обо мне. Мне более 8 лет область от тестирования. Прошел путь от тестирования портового пола самолетов до портового отдела качества. На данный момент я руководитель департамента качества в компании «Туда будет пас корпорейшн». «Туда будет пас корпорейшн» — это американо-российский стартап, который занимается облачной аутентификацией. Основной смысл в том, что предоставляем аутентификацию в облаке приватностью для конечного пользователя. Таким образом, что мы никак не знаем, кто такой конечный пользователь. И таким образом сохраняем его приватностью и конфиденциальность. Так, теперь вопрос. Все не знаем, что такое облако? Все знают? Хорошо, теперь я поясню, что такое облако и что я буду иметь в виду под облаком в своем докладе. Под облаком обычно там есть несколько разных определений. Если вы наберете запаузу в гугле, он вам выдаст кучу ссылок, и по этим ссылкам можете найти разные определения, что такое облако. Тут я буду иметь самое лучшее определение облака, что это некий набор, некая услуга, которую можно получить с любого устройства с доступом в интернет. И эти услуги, эту услугу можно в зависимости масштабировать, изменять в зависимости от потребностей заказчика. Самые распространенные модели облака – это Software Service SaaS, Plutforma Service PaaS и Infrastructure Service EAS. VW PaaS, прежде всего, ко второй модели Plutforma Service, хотя есть собственное название, только модель называется Identity Service. Теперь есть немножко о том, как устроено наше облако. У клиента есть некое наше приложение, с помощью которого он и некого сервис-провайдера, сервис-провайдера могут поступать, например, банк, интернет-магазин, любой сайт, в общем, любой провайдер, у которого кто-то представляет услуги в интернете. Наше приложение взаимодействует с нашим облаком и сервис-провайдером, сервис-провайдер взаимодействует с нами. Далее, данные пользователя... Далее, путем нашей специального... Как сказать... Причем сущность нашей технологии в том, что мы путем преобразования юзера IT и сервис-провайдера IT преобразуем в некий дата-контейнер, в котором содержатся некие пользовательские данные. Причем, так как это сочетание уникально, получается, что каждый контейнер уникален, и никто, кроме пользователя, не может получить доступ. То есть, сервис-провайдер даже еще захочет. Он не сможет получить доступ, так как ему необходимо знать юзера IT, а он его не знает. Это знает только пользователь, который может показать ему доступ. Так, далее про наш умблок. У нас несколько дата-центров. Смысл в том, что у нас должно быть 12 дата-центров разных концов мира. На данный момент их не 12, а всего лишь 4. Но даже это уже накладывает такие достаточно жесткие требования. Каждый из дата-центов похож на друг на друга, но тем не менее чуть-чуть отличается. Ну, как бы, ну, что еще? Из технологии мы используем питом PC++ как в качестве базы данных Кассандру. Соответственно, я вам буду рассказывать в большей части о том, как мы тестируем облако. Ну и с тем, что мы столкнулись. Соответственно, что мы тестируем в этом облако? Это, соответственно, весь тот софт, который ставится на наши сервера в дата-центрах. Клиентский софт. Тут некая особенность в том, что наш клиентский софт не может работать без облака. То есть, в принципе, он функционален, но никакой полезной функциональности без облака он не несет. Библиотеки клиентские и библиотеки для веба, естественно, для разных языков программирования. И API. Теперь расскажу вам о особенностях именно нашего облака. Я не буду рассказывать конкретно, что мы тестируем из этого сорта, и это наглубляться в детали. Это тема, может быть, отдельного доклада. Сейчас бы я больше хотел уделить внимание на то, что есть особенности. Первой, самой главной отличительной особенностью нашего облака, возможно, не только нашего, является распределенность. Тут сложность в том, что необходимо тестировать приложение, зная, что на запрос клиента может ответить любой серверов. И мы часто не знаем, какой серверов ответить. Поэтому достаточно сложно поначалу было отслеживать, что происходит, что с этим делать, как это тестировать. Далее. Из распределенности вытекает следующая сложность – это оценка производительности. Так как сервера находятся в разных концах мира, то есть сейчас они находятся в Канаде, США, в Сингапуре собираются ставить, и то, получается, у них разная латенсия, разное время доступа, у них разные интернет-каналы, там могут быть разные по мощности сервера. И поэтому каждый серверов отвечает и действует по-разному. Поэтому, когда оценят производительность, необходимо учитывать все эти параметры. Дипломент. Ну, тут дипломент, честно говоря, не очень отличается от остальных, но в чем особенность? В том, что нашему отделу качества тоже пришлось с ним поучаствовать и разобраться, на что он должен работать, как взаимодействовать, что с этим делать. То есть наши компании активно задействованы в дипломенте. И масштабируемость. Ну, с этим сталкиваются все компании, которые делают, производят облачные сервисы. Тут сложность в том, что надо за короткий срок проверить функциональность и производительность нового сервера, и вообще оценить, как меняется производительность с вводом нового сервера. И безопасность. Опять же, облачные сервисы накладывают дополнительные сложности в цитировании безопасности, так как необходимо четко понимать, что необходимо больше точек уязвимостей, и надо понимать, что больше внимания уделять тестированию на этапе проектирования и прототипирования и тестирования. Иначе, если появится дыра в одном месте, получается, она появится сразу везде. Далее. Особенности автоматизации. Ну, так как это бэкэнды, у них нет графического интерфейса, то, получается, нет на самом деле другого способа, такого достаточно надежного. То есть можно кое-что проверять через клиентские приложения, но это как совсем черный ящик, как совсем ничего не знаешь, ничего не видишь. И непонятно, что проверяют. То есть, поэтому, тем более-менее, единственным надежным способом остается автоматизация. Наша автоматизация начиналась с того, что я пришел к нашим разработчикам и сказал, ребята, пожалуйста, напишите какие-нибудь функции, там, извините, чтобы я мог их дергать из своих тестов и как-то более-менее все автоматизировать. То есть кто-то был готов, а кто-то нет. Далее. Выяснилось, что достаточно сложно различать ошибки, которые возникают в различных модулях. То есть, проводится, соответственно, интеграционное лини-тестирование, и так как в облаке компоненты находятся в разных местах, и вдруг, если возникала ошибка в каком-нибудь из компонентов, достаточно было сложно на первом этапе определить, в каком из компонентов ошибка. Поэтому для того, чтобы можно было разделить это, сделали эмуляторы и заглушки. Их использование позволило отделить ошибки компонент от ошибок взаимодействия. То есть, например, если при прохождении теста с эмулятором тест падает, скорее всего, ошибка в модуле. А если тест проходит, но при этом ошибка остается, при интеграционном тестировании. Соответственно, наши кубеты взаимодействия надо искать все на уровне протоколов. Чаще всего. Да, еще один момент, я о нем расскажу чуть позже. Нам пришлось создать отдельную тестовую инфраструктуру, которая максимально похожа на наш продакшн. И, соответственно, все интеграционные тесты, которые у нас прогоняются, пост коммита в нашей системе непрерывной интеграции, они все привязаны к нашей тестовой инфраструктуре. Ну, также, так как все протоколы и большинство технологий были написаны самими программистами, у нас не было готовых темплейтов, мы не могли использовать какие-то совсем готовые фреймверки. Единственное, что для автоматизации тестов на Python, я использовал Python Mouse. Это просто для более удобного прогона тестов и вывода результатов. В основном для того, чтобы можно было получать хорошие рекорды. Так, с чем еще пришлось столкнуться? Мы когда-то при создании тестовой продакшной сети думали, что результаты будут изначально похожи. То есть, так как мы специально создавали таким образом, чтобы они были максимально похожи друг на друга, то этого можно было ожидать. Но, на самом деле, из-за распределенности, из-за того, что сервера друг от друга отличаются, получалось, на самом деле, что результаты отличаются. И это иногда приводило к тому, что у нас некоторые баги появлялись в продакшне. То есть, был один момент, когда один сервер находился чуть дальше, чем другие, и этих 200 миллисекунд на пересылку пакета хватало бы на то, что происходило бага. Такой баг пришлось решать в продакшне. Измерение цепочки результатов. Это значит, что, так как наш backend состоит не просто один сервер, а их некая цепочка, плюс несколько серверов разных местах, это значит, что они все должны взаимодействовать друг с другом. они должны прислабить друг другу данные, они должны делать это в определенной последовательности. В связи с этим, получается, нам надо знать, что происходит на каждом этапе, понимать, на что тратится время, на каждом из этих цепочек. В отдельных случаях тестирование может занимать достаточно много времени. Вот, например, так как я уже сказал, у нас в качестве базы данных используется Кассандра. И когда мы тестировали Кассандру, проводились тестирования, у нас был тест на то, чтобы залить туда 10 терабайт данных. Так как доступ был только по сети, то тест этот прошел у нас порядка недели, для того, чтобы залить туда 10 терабайт данных. То есть такой тоже некий челлендж, написать такой тест и заливать напрямую через сеть, и смотреть, что с ним будет происходить. Ну и так же, как с автоматизацией, нам пришлось написать свой фреймверк, опять-таки, из использования своих технологий, своих протоколов. Единственное, что для нагрузки на тестирование веба, мы используем все-таки стандартные средства, в нашем случае это в сумках. Далее, в процессе работы выяснилось, что надо быть не просто тестировщиком, надо быть больше, чем тестировщиком. Так как поначалу у нас было очень много вопросов, а что у нас происходит на server up, как мы туда вообще заливаем софт, что там делать, что происходит с пакетами, куда все теряется. Соответственно, приходилось это все активно исследовать и изучать. Поэтому мы подружились с нашей IT-командой, с нашими администраторами, и при этом мы достаточно много изучали о новых технологиях. То есть я, в принципе, и до работы в этой компании неплохо знал Linux, но когда я пришел сюда, мне пришлось узнать, что такое маркертизация, как происходит дипломинг серверов, какие проблемы могут возникать, как диагностируют ошибки на серверах и тому подобное. Кроме этого, в нашем случае еще надо знать, например, что такое фикдиректори и понимать, как оно работает. Ну, соответственно, это тоже ожидает некий челлендж. Я не знаю, часто вам приходится общаться с обменами, но у них такая определенная культура общения, так же, как с менеджерами. То есть приходится постраиваться под каждого человека и понимать, какие проблемы необходимы он хочет решить. Так как каждый из них объясняет своим языком, приходится учиться это делать и общаться с каждым из них и уметь объяснять проблему так, чтобы каждый из них понял, о чем ты говоришь. Далее, это тоже то, что сталкивается каждый областный сервис – виртуализация. Очевидно, что виртуализация необходима для экономии ресурсов, но не все и, как выяснилось, можно и нужно виртуализировать. В нашем случае, например, при тестировании Кассандры, у нас устал выбор, как ее тестировать в тестовой инфраструктуре. Можно было покупать отдельный сервер, ставить туда RAID-массивы с большими объемами данных и все это протестировать и проверять. Но так как сервер дорогой, мы решили, что гораздо проще будет, если мы купим достаточно мощные рабочие станции и купим туда бывшие диски и протестируем это все. Соответственно, в нашем случае по отношению цена-качество это оказалось выгоднее, чем просто виртуализация на серверах. Далее, мониторинг. В нашем случае мониторинг очень необходим, так как облачные сервисы возникают повышенные требования к доступности. То есть это должно быть 24 на 7 сервис, который должен все время работать. Соответственно, необходимо понимать, что происходит с каждым из сервисов на каждом из серверов. Поэтому мы в неделе мониторинг, а для того, чтобы проверки сервиса работают, то есть он не просто запущен, а именно работает, отвечает так, что он реально отрабатывает. Нам нужны были некие смоут-тесты, которые выполняют всего рода роль кингов. То есть он выполняет запрос на какой-то сервис. Если сервис отвечает, значит все хорошо. Соответственно, к смоут-тесты были написаны нами и наша IT-команда их внедрила в систему мониторинга. Также в всей мониторинге необходимо мониторить CPU, RAM. У нас часто иногда управляются случаи, когда в тестовой сети при напряженном тестировании наши компоненты создали всю память или потребляли слишком много ресурсов. То есть это тоже все мониторится и необходимо отслеживать. То есть далее, в случае, если, например, потребляется много процессорного времени или памяти, пишутся специальные скрипты, которые алерты, которые посылают уведомления в этом случае. Ну, наши админы используют OpenFire. Мы когда-то использовали мониторинг для мониторинга. Далее. Цитирование безопасности. Цитирование безопасности в нашей компании проводится главным образом на этапе прототипирования проектирования, прототипирования и тестирования. Что еще? Также необходим внешняя логика для того, чтобы вы почтите люди извне и с незамыльным взглядом. Мы поняли, что эксперты, которые могли бы оценить, насколько хорошо защищена ваша инфраструктура. Потому что вас, даже если вас команде эксперты, у них, и так как они это все строили, может быть, это некий защитный рефлекс. Так как я все сделал, у меня все хорошо. Так что необходим взгляд извне. Ну, соответственно, также необходимо держать руку на пульсе. В случае, если появляются какие-либо увозимости в компонентах, особенно open-source, которые вы используете, необходимо характерно их обновлять. Стресс-тестирование. Особенность. Честно говоря, изначально, когда мы проектировали системы, была система нашей тестировки производительности. У нас не было как-то такого стресс-тестирования. Мы не задумывали, чтобы совсем систему загнать, а просто данным образом было ценить производительность. Единственное, что мы проверяли загрузку базы данных, о чем я уже говорил, но как-то такового стресс-тестирования не было. И стресс-тестирование у нас стало применяться после того, как нам стали приходить реальные случаи из продакшена. А конкретно у нас, например, появлялись такие случаи, что из-за того, что иногда в некоторых дата-центрах у нас внезапно менялась скорость соединения, например, или у нас выходили из строя гисты. Нам пришлось такие случаи тоже учитывать и внедрять этот процесс тестирования. Далее, из того, что я уже рассказывал про распределенность, это приводит к тому, что на самом деле достаточно сложно диагностировать ошибки. Мы долгое время мучились с этим, не пытаясь заходить на каждый сервер, смотреть логи и оценивать логи, что там происходит, где на самом деле возникла ошибка. Эту проблему мы решили тем, что мы написали свою систему поиска ошибок по логам. То есть некий агрегатор, который грепает наши логи и собирает данные оттуда об ошибках, о различных предупреждениях, которые происходят в процессе работы. Соответственно, если вдруг произошла какая-то ошибка, мы можем зайти в эту систему и посмотреть, зная время, что случилось. Далее. Изначально у нас была только сетка для разработчиков, девелоперская сетка и продакшн. И мы сначала думали, что, возможно, этого хватит. Как выяснилось, не хватит. Так как в девелоперской сетке, как это часто бывает, и в этом все самые последние изменения. И к тому же, например, админы любят проверять какие-нибудь изменения в сети. Они захотят что-нибудь оптимизировать. Поэтому после этого времени мы решили, что необходимо создать тестовую сеть, которая максимально похожа на наш продакшн. В итоге мы создали тестовую сеть, которая виртуализирована, кроме систем хранения данных, которая почти полностью повторяет наш продакшн. Ну, она чуть-чуть меньше по размеру. Но на самом деле у нас не 12 серверов, как задумано, там даже не 4, у нас их всего 3. Но зато на самом деле все, что происходит на продаче, у нас то же самое происходит в тестовой сети. Далее. Система дипломента. Для системы 24 на 7 очень важно, чтобы дипломент защищался максимально быстро и бесшовно. И нужно, чтобы это все достаточно... Была возможность откатки в случае неудачи, была возможность поставить нужную версию, можно было управлять зависимостью и тому подобное. Поэтому необходимо разобрать систему дипломента. То есть мы через это все проходили путем проб и ошибок, тем, что изначально пытались просто все плавы копировать, потом делать сим-линки, откатывать. В итоге мы пришли к тому, что сейчас мы накатываем продаж через деп-пакет, через репозиторию. Так, теперь пришло время рассказать об уроках, который я усвоил в процессе тестирования облачных сервисов. Урок 1. Разумная виртуализация. Но я об этом уже на самом деле рассказал. Это понимать, что на самом деле вам нужно. Например, если вы понимаете, что на самом деле вам не нужен целый сервер, то возможно стоит подумать, чтобы обойтись с рабочей станции. Также... Как случилось с нашим продакшеном? Не обязательно симулировать целый продакшен 12 серверов. Достаточно сделать максимально похожую сеть, в которой сервера все-таки должны находиться в разных местах, для того чтобы симулировать лейтенси. и чтобы все процессы, которые проходили в продакшен, происходили и у вас в тест-профессии тоже. Отделим тестовая инфраструктура. Ну, так как я сказал, так как две автаскассетки изменения происходят слишком быстро, и за ними невозможно успевать, то есть не тестировать, он обычно уходит сильно вперед продакшена. Поэтому необходимо иметь какой-то более-менее стабильные версии, и их лучше всего тестировать на отдельном тестовой инфраструктуре. Автоматизация рутинных операций. Как только вы столкнетесь с тем, что вы выполняете какое-то действие на всех ваших серверах больше двух раз, это приводит к тому, что вам либо надо заходить на каждый сервер и автоматизировать каждый, выполнять это действие каждый раз, либо написать простенький скрипт, который позволит это делать. Сейчас у нас есть коллекция баш-скриптов, питон-скриптов, которые позволяют все достаточно быстро проводить такие рутинные операции. Следственно, дальше. Эмуляторы заглушки. Это, на самом деле, достаточно важно, так как очень важно отделять логику, тестировать компоненты. Соответственно, использование эмуляторов заглушек позволяет проводить некий аналог юнитестирования. Это, конечно, не совсем юнитестирование, но что-то похожее на то. Соответственно, если, как я уже говорил, у нас ошибка возникает в модуле, использование эмуляторов заглушек позволит четко это определить. Хотя иногда, поначалу особенно, могут ошибки возникать, собственно, в эмуляторах заглушек. Но все эти проблемы достаточно быстро решаются. Далее. Честно говоря, это была, наверное, моя ошибка в том, что я изначально предстоит тестирование и не думал о том, что необходимо учитывать максимально большое количество негативных сценариев. Теперь я это знаю. И хочу сказать, что, на самом деле, возможно, это могло поставить первым пунктом, потому что различные случаи, которые могут возникать в облаке, их все, на самом деле, не очень просто предусмотреть. То есть, у нас возникает в этом случае, как я говорил, при задержке 200 миллисекунд. То есть, о нем догадаться и распространять его тестовести было невозможно. Но максимально, чтобы возможно придумать, лучше тестировать заранее. И уделять этому отдельное внимание. Ну, на этом я закончил доклад. Всего за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день, меня зовут Николай, набер公ian в эксперимене. Скажите, мне такой вопрос Qui Pastor pair. Вы сказали, что вы перелопачиваете тонups просто «логов» для поиска ошибок. не лучше ли вести обуви просто отдельно на ошибки у нас в логе пишется информация об ошибках то есть вообще это логи на уровне любажном уровне то можно выделять что смотреть но наша система логирования работает таким образом что просматривать логи за текущий день и все случаи которых там происходит вылавливает и записывает их в отдельный литрованный список по серверам то есть там получается коннекты дерева с которым мы можем зайти в нужную ветку посмотреть что случилось конкретное время с каждым из серверов на с нужным компонентом то есть это чуть-чуть упрощает задачу на самом деле я не знаю ответил я на ваш вопрос у меня вопрос по поводу того как вы сказали про распределенность вашей системы у вас менеджер какой-нибудь есть этих серверов потому что который управляет этими облачными серверами у вас вы говорите 12 должно быть находится сейчас у вас 4 а какой-нибудь управляющий менеджер сервер есть управляющий менеджер сервер имеете ну если человек какой-нибудь пытается коннектиться к вашему общей сервису запрос идет на этот менеджер который дальше распределяет нагрузку по серверам какие в данный момент доступны и свободны ну так например есть у вас такое потому что из вашего доклада я этого не увидел вроде как центральный какой-то компьютер был но вы не говорили про то что есть какой-то менеджер то есть просто какие-то четыре сервера которые к которому ближайшему так я так понял человек и коннектиться не совсем так то есть можете поподробнее обманчать я не уверен что понял полностью ваш вопрос но у нас есть менеджер менеджер человек или некая система который распределяет нагрузку и управляет нет у нас не мастер-слей у нас каждый из центров независим друг от друга они похожи на друге но независим а нагрузка распределяется на данный момент через сервер то есть у нас компоненты некоторые работают через инжинкс то есть сначала инжинкс все заходящие запросы обрабатывали а потом же идут на компоненты то есть пока что так больше одно вы говорили что попросили написать тест в айпи да но каким образом он стоит только тест в айпи или на продаже нет это я уже общая для компонент ну то есть на продаж не тоже можно тестировать ну зачем если мы тестировать то есть это получается возможно чуть больше чем то что касается айпи тут такая штука то что и для некоторых компонентов у нас да у нас только для некоторых компонентов используются но эти компоненты доступны это раз а все некогда компонентов на бродки как наша птича позволяет машем через права там автоматизировать взаимодействия с нами наших компонент которые присвоены в интернет эти компоненты позволяет Это позволяет, например, написать клиентское предложение, для того, чтобы можно было... А кто-то не интересовался? Ну, почему-то. Ну, я про него, собственно, и говорил. Есть такой вопрос. Вы говорили, что стали тестировать, включая выход с фирмендийских сроков. С каким образом? Да, это интересный вопрос. Ну, собственно говоря, тем, что, так как я сказал, у нас не сервер используется тестовой сети для системы хранения данных, а реальная рабочая станция. Так что мы просто... И там тоже рейтмассив стоит на этой рабочей станции. Так что это достаточно просто. Ну, просто бежешь и вынимаешь, и все. На живой? Да, как и галичи. Ну, совсем на живой. А, так, просто. Тараслава, на беру. А, что ты? Меня зовут Сухал. Ты в безопасности? Расскажите, пожалуйста, подробно, что вы имели к углу по-другому внешнему азитам? Имеется в виду, что в специальном образом ищется некая компания, которая имеет опыт тестирования таких сервисов, как ваш. Вы с ними беседуете, ваши эксперты по безопасности с ними тоже беседуют. Доставляется, что они, как минимум, знают не меньше, чем ваши эксперты по безопасности, а желательно намного больше. Желательно, чтобы у них там был опыт какой-то реальной сломы однократильной визимости. После этого с ними заключается контракт о том, что происходит теология. Примерно так. Когда мы будем устроить новый дат-центр, мы задаем вопрос, а нужно ли нам тестовый сервер для эмуляции. В конце концов, мы остановимся на том, что дат-центр 4 от тестовых сервера 3. То есть, на самом деле, дат-центр нет тестового сервера. То есть, да, они находятся в том же центре, где продакшен, но они доступны только внутри нас, они не доступны с нами. А вы не хотели бы, допустим, развернуть тестовые лапы в разные дат-центры? Вот, если 4, в принципе, и, допустим, в 3-ократных, так же вы хотели бы, ну, по каким-то дат-центрам, и уже там с ними работает. Ну, он так и есть. А так и есть. Ну, просто вы тут сказали, что у вас в одном дат-центре есть, понимаете, да, с дат-центрой системой. Ну, точно, я же сказал, но с тестовой сети больше тех дат-центров, что и продаж, не поймать вам. И еще один вопрос. У вас сейчас есть 4 дат-центра, будет еще больше, а вы как-то исследуете возможности установки ваших серверов? Спасибо большое за доклад, очень интересно. Меня зовут Алексей, Mail.ru, скажи, пожалуйста, вот ты в начале своего доклада сказал по поводу масштабированности. Помогает ли как-то тестирование рассчитывать, когда стоит масштабироваться за счет программного улучшения кода, а когда за счет просто покупки новой железки? Ну, то есть у вас есть там 50 машин, вы понимаете, что вам нужно либо еще 55, либо там потратить полмесяца на то, чтобы программу модифицировать? На самом деле мы решили, что пока что, у нас внутри договоренность, что пока нас устраивает текущая производительность, нам проще масштабироваться за счет железа, безусловно. То есть пока... Вы это считаете, да? Вы это считаете или просто? Ну, считаем просто. Вдруг нам перестанет хватать текущих серверов, тогда мы просто будем расстабироваться за счет просто нового железа. И все. Пока что так. Доброе утро, Андрей Мясников, HTA. Спасибо большое за запад. Вы упоминали такую вещь, как подобие тестовой среды в продакшн. И что можно сделать ее максимально, точнее необходимо сделать, максимально похожей на продакшн. Соответственно вопрос, можно ли считать достоверными данные, полученные через такую тестовую среду, неэдентичную продакшн, и как можно измерить подобие тестовой среды в продакшн? Ну, у нас это все делалось опытным причем, с тем, что сначала был один сервер у нас, кто-то устоял, и мы пытались там все развернуть. Как выяснилось, все-таки латность и достаточно латность для облачных сервисов, поэтому как только у нас встали, набирать следующий дата-центр, я попросил о том, чтобы вы туда поставили тестовой и сервер тоже, который можно было бы все развернуть. Соответственно, похожесть измеряется, не знаю, как. На одни и те же партнеты, ну, на тестовой стихи чуть набивая на тестирование моего релиза. Единственное, что, как ты сказал, единственное, что не получилось воспроизвести, когда у нас была бага с большим латностью, 200 миллисекунд, и все. Потому что просто физически нам это нельзя было воспроизвести, а все остальные, все остальные параметры, насколько я понимаю, они все у нас воспроизводятся. Может быть, по мощности серверов, они так у нас структуризированы не такие мощные, но это пока не сильно влияет. Какие-то метрики подобия можно снимать? Можно ли их придумать, да? То есть, например, этот кейс и этот кейс на стейджинге и на продакшене будем считать, что результаты идентичны, да? А здесь и здесь не идентичны. То есть какие-то... Ну, это, по-моему, чисто административный вопрос, то, что смотрят, что используются везде одинаковые операционные системы, везде одинаковая система дипломента, да, и здесь и обновление, сказать, новое положение, ну, в смысле, все утилиты, консортированные, что используются везде одно и то же. Продолжение следует... Ну, все сложно, да? Ну, просто вы знаете и понимаете это, что я. Я все это люблю. Здравствуйте, доклад. Меня зовут Сергей Мур, я работаю, как они нравятся. Собственно, у меня несколько вопросов. Я так понял, вы покупаете железные сервера, а не полностью что-нибудь за фарм, вы не ориендуете. Да, мы не секретируем стоить себе профессионалов. Это дешевле получается, да? И вот вопрос, как вы планируете масштабироваться, то есть, насколько легко это будет сделать? У вас сейчас пересерва, да, вы проверите, сможете, ну, на сколько изменится скорость работы, вот, если будет 12, ну, сколько вы пользуетесь, сможете, наверное, обсудить? Да, сможем. Ну, то есть, вы предполагаете, что это будет линейство? Да, да. Ну, мы, честно говоря, пока не знаем, так как 4 сервера, это достаточно много, потому что вы сказали, что на сколько и да. И вот еще, если это облако, да, и у вас идентификация как сервис, ну, собственно, у вас просто железные сервера, на них установлены ваше программное обеспечение, и вы называете это идентификационный сервис просто потому, что вы, по сути, создаёте собственное область. Ну, я имею ввиду, это не виртуализация, это не какой-нибудь Амазон, а, в смысле, все компоненты облако-машки? Да. Спасибо. Здравствуйте, еще раз Сергей Петров, компания Кифа. Я надумал, что можно задать несколько вопросов, да? Здравствуйте. Вот. Хотел задать вопрос другим участникам, задать свои вопросы. Вопрос следующий. Вы в своем докладе говорили следующее. Вы, у вас есть продакшен, облако, у вас есть облако у девелоперов, которые очень далеко убегают по развитию относительно продакшена, и вы вывели для себя тестовое облако, то есть для себя создание. При тестировании кода, который будет на продакшене, делаете ли вы при продакшене? Да, интересно. Вы в докладе не сказали, у меня сразу возник вопрос, как вы так делаете, вроде как либо отказываетесь, либо что вы… Ну, да, может быть мне надо было бы сказать, что это подробно за системой дипломента. Смысл в том, что сначала у нас есть запланированные релизы, как везде, когда следующий релиз запланирован, за какое-то время до релиза, там, в зависимости от количества изменений, и когда нам это нужно сделать, у меня сейчас подскажет время, заканчивается только последний вопрос. Мы прокатываем все эти изменения на тестовые сети и их тестируем в течение полутора времени, прогоняем все наши функциональные тесты, в которых у нас есть автотесты, проверяем клиентский софт в этой тестовой сети, и проверяемся на сценарии, там, и минутку шефа вам покажем подарки. Именно так. Мы проводим айт, в стиле доживительности. Ну, спасибо, давайте вам.